Новые подробности шокирующего случая С главными событиями этого дня в студии Олег Хатанзийский. Новости начинаются. Мировые инновации ветродизельной электростанции вслед за Амдермой в ближайшие годы могут появиться еще как минимум в трех населенных пунктах округа. Об этом заявило руководство регионального департамента строительства, ЖКХ транспорта и энергетики на пресс-конференции. Ее посвятили реализации международного проекта «Возобновляемые источники энергии Заполярья». Эксперты, тем временем, не дожидаясь запуска установок, уже делают первые выводы. Они, к слову, оптимистичные. В Амдерме практически все готово к запуску первой в регионе ветродизельной электростанции. Проект уникальный не только для округа, но и страны. Комплекс, который сейчас возводят в поселке, единственный в своем роде. Эти установки изготовили в Китае по чертежам российских специалистов специально для арктических широт. Ветрогенераторы смогут работать даже при самом сильном шторме. Здесь получается самое суровое условие. Здесь ветродизельная станция должна быть со средним уровнем замещения. То есть вот в этой точке у нас в России еще не строили такие. Официально ветродизельную электростанцию должны были открыть накануне. Однако сам монтаж еще не завершен. Установки доставили с опозданием в полтора месяца. Подвела транспортная компания. На пресс-конференции назвали новую дату запуска ветрокомплекса. Приблизительно это середина ноября. Груз попал в Андром. Мне конкретно на площадку, на мою площадку строительства только 7 сентября. То есть это более чем на полтора месяца сдвинуло сроки реализации. Самое печальное в этом случае то, что регион в тяжелых климатических условиях. И каждая неделя просрочки она может повлечь две недели простой. Как только все будет готово, ветрогенераторы построят в линию. Они будут работать в одной системе с уже существующей дизельной электростанцией. Расчетная выработка порядка 160 тысяч мегаватт в год. Что даст в принципе по расчетам по нашим экономию порядка 180-190 тысяч литров дизельного топлива в год. Что в принципе в случае если она выйдет на расчетный режим, даст довольно неплохую экономию. И создат собственно прецедент, который может в дальнейшем тиражироваться и на остальные населенные пункты. Именно такой точки зрения придерживаются и власти региона. Задача округа построить на своей территории как минимум еще три подобных ветропарка. Конечно при поддержке партнеров, в том числе зарубежных. Ведь в данном проекте наш регион в принципе выступает лишь одним из соучастников. Получив опыт, еще раз повторюсь, эксплуатации данного комплекса в наших суровейших условиях, мы получим бесценный опыт в части уже, наверное, перехода и к производству. Этот проект стартовал еще в ноябре 2012 года в рамках программы приграничного сотрудничества «Калартик». Его цель – внедрение эффективных методов энергогенерации на основе возобновляемых источников энергии в населенных пунктах Ненецкого округа. Предполагается, что успешная реализация проекта позволит сократить затраты на приобретение топлива и выбросы токсичного газа в атмосферу. Олег Танзийский, Дмитрий Лукевич, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Становятся известны новые подробности шокирующего преступления в Наринмаре, где жертвами жестокой расправы стали две женщины и двое мужчин. С ними расправился один человек. Это 32-летний житель города. Мужчина беспощадно зарезал своих жертв и скрылся. За несколько минут до трагедии в одной компании они распивали спиртные напитки. История, которая потрясла весь Наринмар. Мужчина буквально за несколько минут отправил на тот свет сразу четверых человек. Расправа была жестокой. И вот главный вопрос, который интересовал многих. Момент убийства. Жертвы не спали, они находились в сознании. Трагедия произошла в жилом доме по улице Авиаторов. Вот она, та самая квартира номер 13. Именно здесь все и случилось. По данным судмедэкспертизы, жертвы скончались 27 октября в районе 9 часов вечера от множественных ножевых ранений. Под подозрение сразу же попали трое жителей Наринмара. Все они братья. В ходе допроса выяснилось, двое из них к убийству не причастны. Третьего гражданина начали работать. Он житель города Наринмара. Ранее судим за тяжкие, особо тяжкие преступления. В ходе совместных мероприятий лицо было обнаружено, задержано и доставлено в ОВД. Задержанный уже дал признательные показания, в которых указал и мотив преступления. Однако это пока следственная тайна. Всех своих жертв рецидивист убил ножом. Сейчас находится в заре тревременного содержания ОВД. С ним проводятся все следственные действия совместно с Следственным комитетом. Если мужчину признают виновным, ему грозит пожизненное заключение. Добавлю, за плечами задержанного убийство уже имеется. В регионе тем временем столкнулись с валом поддельных купюр. Сотрудники одного из банков нашли очередную фальшивку номиналом в 5000 рублей. Нарисованную купюру обнаружили, когда принимали деньги от инкассаторов. Скорее всего, поддельные пятитысячные расплатились в одном из магазинов. В полиции подчеркивают, фальшивка очень высокого качества. И отличить ее от настоящей в банке смогли только благодаря специальной машинке. На купюрах, на полях, на белых, у нас должны быть водяные знаки. Здесь, как мы видим, на просвет водяных знаков мы не ощущаем. Это будет являться первым признаком, что данная купюра является поддельной. Также на поддельной купюре хорошо ощущается так называемая перфорация. Это множество отверстий и правильные формы. Отметим, на настоящей перфорация неощутима. Поддельную банкноту продолжают изучать эксперты-криминалисты. По данному факту проводится проверка. С момента сбыта поддельной купюры до обнаружения ее в кредитном учреждении проходит достаточно большое количество времени. Это очень сильно затрудняет установление лиц, которые причастны к сбыту и изготовлению фальшивой купюры. Ну и добавлю, это уже 11-й случай в текущем году, когда удается обнаружить фальшивую купюру. И смотрите далее в выпуске. Шаг в новую жизнь или доступная среда. В Наринмаре проверили, насколько хорошо живется людям с ограниченными возможностями. Осмотрели парковки, социальные объекты, больницы и не только. Одно из самых смертельно опасных заболеваний. В мире отмечают день борьбы с инсультом. В последние годы это заболевание стало одним из основных причин смерти. Как распознать недуг, рассказали школьникам. Комфортно ли живется в нашем городе людям с ограниченными возможностями здоровья? Ответ на этот вопрос попытались найти представители общественной палаты и общества инвалидов. Они проверили исполнение госпрограммы «Доступная среда». Внимание было уделено парковкам для машин, социальным объектам, лечебным учреждениям и другим. На себе проверила доступность некоторых объектов и моя коллега Алена Валей. Насколько доступна среда для маломобильных категорий граждан, проверю я. Вот есть коляска. Попробуем попасть в Бирбанк. Подождите, подождите. Попробовать надо самой. Возможно ли здесь вообще проехать? Так, подождите. Так, ну тут надо… Колеса прокручиваются. Проблемы начались сразу около машины для перевозки людей с ограниченными возможностями. Колеса застревают в снегу. Без помощи сопровождающего подъехать к пандусу невозможно. Да и на самом пандусе оказалось много проблемных участков. Так, вот я… Пробует сам. Ух ты! Пандус тоже плохо вычищен. Коляска вообще не едет. Благодаря моему помощнику добраться до дверей отделения Сбербанка удалось. Но в помещение попасть мы так и не смогли. Так, ну вот до двери я дотягиваюсь. До двери я дотягиваюсь. Пробуем заехать. Ну, высокий порожек. Дальше мне никак. Кнопки вызова около двери не оказалось, но на удачу нам удалось поговорить с представителем Сбербанка. Вот есть кнопка вызова специалиста. Вот он к вам специально, сотрудник подойдёт. Кнопка вызова специалиста около пандуса действительно есть. Вот только заметить её сложно. Впрочем, на деле она оказалась абсолютно бесполезным приспособлением. Если бы мне было сложно заехать, я бы уже попросила помощи у посторонних людей, чтобы мне добраться в Сбербанк. Потому что сидеть на морозе и ждать. После пяти минут на наш призыв о помощи никто не откликнулся. Да и спустя семь минут специалист к нам так и не вышел. Недоступным для маломобильных людей, передвигающихся исключительно на инвалидных колясках, оказался и пенсионный фонд. Буквально месяц назад здесь установили пандус. Но и он имеет ряд замечаний. Как и в прошлый раз, дорожка плохо вычищена. Да и попасть в само здание нам не удалось. Здесь ещё есть порожек, видите. А это основное препятствие. Он должен или спуск быть сплавный, и не такой, как на высоте. То есть опять всё есть, и опять всё, что-то какие-то есть на расчёты. И я устала. Всё-таки без помощи моей, наверное, сюда закатиться невозможно. Кнопки вызова специалиста тоже нет. Не отреагировала на наше появление и охрана фонда. Следующий объект – многофункциональный центр. Сейчас почти все выплаты и документы можно оформить в режиме одного окна. В многофункциональный центр попасть можно легко. Пандус хорошо вычищен, есть кнопка вызова. На наш звонок отреагировали через несколько секунд. А вот попасть в аптеку оказалось просто невозможно. Крыльцо высокое, пандуса нет. Нет даже кнопки вызова, хотя табличка осталась. Преграды существуют не только для инвалидов-колясочников, но и для машин, предназначенных для перевозки инвалидов. Пантусы есть, но машины для стоянок нет, не оборудованы. Или фактически не хватает. Особенно в поликлинике. Подъезжаешь, вот в дневное время подводишь инвалидов-колясочников, к пантусу не подъехать. Потому что подъезд занят машинами частными. И так в большинстве учреждений города. Программа «Доступная среда» начала действовать в нашей стране с 2011 года. В Ненецком округе она ранее реализовывалась властями Архангельской области. А в окружной администрации лишь формировались предложения. Но они оставались только на бумаге. В этом году вместе с полномочиями в области соцзащиты в Ненецкий округ были переданы и права на формирование «Доступной среды». В первый год, конечно, то, что мы смогли включить в эту программу, мы реализовываем и до конца года реализуем всё, что было предусмотрено. У нас появились пандусы в социально значимых учреждениях. У нас сегодня все выплаты сосредоточены в рамках одного учреждения в отделении страны защиты населения. И вот буквально, наверное, через две недели мы этот пандус введём в эксплуатацию. В текущем году действие госпрограммы завершается, но её решили продлить до 2020 года. Следующие пять лет на создание условий для лиц с ограниченными возможностями здоровья из федерального бюджета будет направлено более 250 миллиардов рублей. Эти деньги будут распределяться между бюджетами субъектов страны. И уже местные власти будут решать, какие объекты сделать максимально доступными для людей, которые прикованы к инвалидному креслу. Как победить главную причину смерти во всём мире? Об этом говорили сегодня медики всех стран. 29 октября ежегодно отмечается День борьбы с инсультом. Только в России смертность этого недуга – одна из самых высоких. На её долю приходится 175 смертей на каждые 100 тысяч человек. Чтобы предупредить и успеть вовремя оказать помощь, Центр здоровья организовал выездные марафоны по образовательным учреждениям. Как распознать инсульты и принять первые меры, рассказали и ученикам школы поселка Искателей. Даже если ты идёшь по улице, если заметишь, что человеку плохо, ну, пьяный, и не спешат ему помочь, просто походят равнодушно мимо, а, возможно, у этого человека случился инсульт. Ученица 10 класса Искательской школы Александра Ударова точно знает, когда человеку может понадобиться помощь медика. Девочка планирует стать врачом. О том, как распознать инсульт среди множества других недугов и какую помощь необходимо оказать больному, ей рассказали на семинаре. В Нинецком округе на 1 октября текущего года 58 жителям НАУ диагноз «Острое нарушение мозгового кровообращения» поставлен впервые. 29 человек умерли в этом году от инсульта. Дело в том, что инсульт молодеет. Молодеет на фоне стрессов, на фоне неправильного питания, на фоне фастфудов, вот это неправильное питание, фастфуды. Не умеют правильно переживать стресс. При стрессе происходит большой выброс адреналина в кровь, поднимается давление высокое. За последние 10 лет частота инсультов у людей, не достигших даже 40-летнего возраста, увеличилась примерно на 25%. Чтобы защитить себя от нежелательных и опасных состояний, сотрудники Центра здоровья познакомили слушателей семинара с комплексом правил, которые необходимо соблюдать, чтобы избежать смертельное заболевание. Любовь Пермякова, Вадим Стасюк, Телеканал Север. Столицу региона посетила звезда российской эстрады, но об этом чуть позже. Ближе к звездам в Наринмаре прошел благотворительный вечер народного артиста России Дмитрия Певцова. Средства, вырученные от концерта, направят на строительство Арктического собора. В Наринмаре прошел благотворительный вечер народного артиста России Дмитрия Певцова. Средства, вырученные от концерта, направят на строительство Арктического собора в столице региона. По словам епископа Анарин Марского и Мезенского Якова, артист сам предложил организовать благодарительный концерт для жителей Ненецкого округа. Концерт народного артиста «Епархия» поддержала в рамках проекта «Русская Арктика» и федеральной программы укрепления единства российской нации. У меня нормальный человеческий отклик на подобного рода приглашение. Если нет возможности, у меня даже не возникает ничего, кроме взять и приехать. Это нормально для любого человека. В храм Дмитрия Певцова, по его словам, привела трагедия. Народный артист в 2012 году потерял сына. Он погиб при трагических обстоятельствах. Одну из песен артист посвятил памяти своего сына Даниила. Музыкальная моя деятельность связана сейчас, наверное, в первую очередь с тем, что я пою только то, что мне интересно, то, что меня волнует, радует, печалит, веселит, раздражает. То, что мне не нравится, я не пою. И я этим делюсь с людьми, которые приходят на мои концерты. Это самое главное. И на сцене, вот на этой сцене я не актер, не народный артист Дмитрий Певцов. Я человек Дмитрий, который этими песнями разговаривает с людьми. Разговор получился действительно откровенным. В песнях артист затронул и личные темы. Например, знакомство с женой известной артисткой Ольгой Дроздовой, которая вместе с Дмитрием Певцовым снималась в сериале «Бандитский Петербург». Особое место в каждом концерте, по словам артиста, занимает духовная музыка. Автором таких песен является друг и продюсер Певцова Андрей Вертузаев, лидер группы «Картуш». У нас всегда присутствует, например, песня «Молитва», песня «Остров покаяния», которую я написал еще в 2008 году. Это к фильму Павла Лунгина «Остров» была песня написана. По стилистике она не подошла, по фильме не вошла. Но песня есть в нашем репертуаре, и я ее часто исполняю. Также на концерте прозвучали отрывки из рок-оперы «Юнона и Авось», роман Свертинского и Таревердиева. Особенно наринмарские слушатели оценили исполнение песен Владимира Высоцкого. Любовь Пермякова, Вадим Стасюк, Роман Гелемарский, телеканал «Север». Ненецкий округ тем временем готовится к празднованию Дня народного единства. Главное праздничное мероприятие состоится 4 ноября в Доме культуры Нренмара. В этот день на главной сцене округа пройдет праздничный концерт с участием творческих коллективов города и округа. Как обещают организаторы мероприятия, в праздничное действие будут вовлечены не только артисты, но и зрители. Кульминацией праздника станет флешмоб, который продемонстрирует единение российского народа. На концерт приглашаются все желающие. Билеты можно получить совершенно бесплатно в кассах Дома культуры. Дню народного единства будут посвящены и другие мероприятия, которые пройдут в Ненецком округе. В их числе акция «Нао. Территория единства», всероссийская акция «Ночь искусств» в учреждениях культуры, окружной праздник «Землячеств», «Венок дружбы» и турнир по мини-футболу. Накануне Дня народного единства 3 ноября в Доме культуры пройдет благотворительный проект «Добрые песни о главном». В этом году традиционный концерт, который за пять лет стал одним из главных музыкальных событий года, посвящается 70-й годовщине победы в Великой Отечественной войне и году ребенка в «Нао». Концерт, напомню, состоится 3 ноября в 18 часов в Большом зале Дома культуры города Наринмара. Вырученные от продажи билетов деньги будут переданы в региональное отделение российского Красного Креста на помощь детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Что ж, такова была информационная картина этого дня. Увидеть наши новости вы можете и на сайте, адрес trksever.ru. Далее прогноз погоды. До встречи.